Получается, ищем любой глагол, это действие, действие должно быть подтверждено доказательствами. Доказательств нет. Совершенно верно. Любое действие подтверждается документально. А образец есть такого, разве это, заявление? Конечно есть. Чего? Вот такое понятие они ввели, платежная дисциплина. Колхозники! Дурак подал заявление. Как фамилия-то этого дурака? Матюшенко. Он сам не понимает, в чем молотит. Так он дурак этот Геннадий Александрович, он с дерева недавно спустился. Он юрист-консульт. Он юрист-консульт? Угу. Вот это ч**о! Вот это ч**о является юрист-консультом! Виктор, ты не представляешь, скольким людям ты поможешь. Я очень с многими общаюсь в Сургуте, и очень многие страдают от их действий. Давай я его размажу, это ч**о! Я тебя очень прошу, от имени общественности. Таким в морду надо бить сразу. Сделки между юридическими и физическими лицами только в письменной форме. Сатья 161. Не надо мне тут впаривать фуфло. Пытайся мне тут фуфло впарить. Себе впаривай. Сможем мы это сделать, Антон, или не сможем? Постараемся. Давайте, не надо, я вам сейчас правила покажу. Значит, в отношении нее следует возбуждать уголовное дело. У меня есть основания утверждать, что между вами и этой поганой управляющей компанией имеется коррупционный сговор. Ну я и примерно так под видео сказал. А где подпись Русина? Вот это как бых поссал. Это вот, вот это, бых поссал на лугу. Это вот эта подпись? Директор Русин, что ли, подписал? Это габарда должно получить по заслугам. Речь идет о совершении преступления, самоуправлении, наделении себя полномочиями. Я тебя тоже могу послать так, что мало не покажется. Иди на киск ЖКХ и посмотри, что я тебя послал нахер. Они поэтому и не хотят со мной вживую встречаться, они понимают, о чем это грозит. Доказательства, где подтверждающие, что иной срок не установлен договором управления. Меня больше смущает, что непонятно кем вносится плата. Подождите, речь идет о том, что вносится плата. Иной срок не установлен договором. Да, вносится. Вопрос. Кому вносится? Кому и кем. Кому и кем. А я какое отношение к этой норме имею? Но весь вопрос, что она вносится, можно пойти и сказать, а чем доказывается, что она вносится? Есть даже два обстоятельства. Первое, что она вносится кем-то. И второе, что иной срок не установлен договором. Правильно? Да. Диспозиция. Ну, и доказательства должны быть как первого, так и второго. Ясно. Ну, мы это отдельно берем и говорим, так извините, вот они сослались, берем прямо, я от обычной так аккуратненько все это вырезаю, туда вставляю, я говорю, вот он сослался на обстоятельства. Здесь же обстоятельства, имеющие значение для дела. Какие обстоятельства, которые указаны в законе. Вот и обстоятельства указаны, вносится ежемесячно. Отлично. Дальше двигаемся. По смыслу положения части 2, 150, плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника, да, включает в себя. А чем подтверждается, что она включает? Ну? Доказательства, что она включает в себя. Смысл? Смысл. Включает или подтверждает? Ну, они говорят, что плата за жилое помещение включает в себя плату за содержание жилого помещения. Чем подтверждается? Каким документом подтверждается, что эта плата включает в себя плату за содержание жилого помещения? Чем подтверждается? Получается, ищем любой глагол, это действие, действие должно быть подтверждено доказательствами. Доказательствами нет. Совершенно верно. Любое действие подтверждается документально. Увидел глагол, предоставь доказательства. Они в качестве подтверждения ссылаются на норму права, где там это написано. Подождите, зачем вы на норму права? Норма права определяет правила. Это правило. А исполнение правила чем подтверждается? Ну, здесь конкретно не указано. Они еще раз, смотрите, ребята, что они делают. Они ссылаются на норму права, якобы это все правильно. Но они забывают, что нормы права содержат правила. То есть действия как правильно и как неправильно. Они указывают, как это исполняется правильно. Но эти исполнения указанной нормы, в данном случае, включают. Вот они включили в это, они говорят, а вы-то скажите, а где доказательства? Где доказательства, что она включает? Вот я, например, не вижу. Ну, давайте вместе глянем. Давайте, вот мы перейдем, вот он перед нами. Ну и скажите, каким документом подтверждается, что плата? Чем подтверждается это, ребят? Они скажут, вот расчет, понимаешь, расчет по лицевому счету. Расчет? Подождите, расчетом по лицевому счету? Ну, больше тут они притянуть ничего не могут. Ну, хорошо. Так, а почему вы там не указали, что подтверждается расчетом? Вот эта информация о погашении задолженности, это что ли? Или выборка по лицевому счету? Что там? Может, там дальше на второй странице указан? А там еще что-то есть? Ну, да. Нет, вот здесь все. Нет, все, там подпись стоит, все. Не, я имею в виду по тексту с первой страницы, там дальше на вторую переходит. Может, они там оказывают, что подтверждается доказательство? Давайте, давайте. Ну, где? У вас, смотрите, плата за коммунальную услугу включает еще себе оплату за бытовой газ в баллонах. Вам что, газ в баллонах поступает? Нет, нету газа. А тут еще твердое топливо при наличии печного отопления. Тоже нет такого. Они утверждают, что здесь все входит. Антон, а это же они пишут? Пишут. Да, вот он. Подождите. Какой шаблон? Никакой не шаблон. Они утверждают, что они... Плата за коммунальные услуги включает бытовой газ в баллонах и твердое топливо при наличии печного отопления. У них уже включено твердое топливо при наличии печного отопления. Это они утверждают. И это все надо в иске расписывать, да? Да. Это все расписывают. Что указаны... А там как сообщается? Типа указаны обстоятельства, но не приведены доказательства, да? Да, но там все... Там формулировка-то есть. Ваше дело только вот это, чтобы ровненько все было, туда вставляете в рамочки. Ну, вот эту часть, предположим, предыдущую я выделяю, как бы вот это убираю, да, вот это место. А вот это убираю и... А где? Чем подтверждается? У вас сейчас, смотрите, Антон, у вас сейчас обязанность к завтрашнему дню подготовить заявление о разъяснении решения суда. Она обязана в течение 10 дней все это сделать. Она приняла исковое заявление, ну, пусть она мне объясняет. Я вот взял, я вижу исковое заявление, я ничего не вижу, а ты говоришь, что соответствует. Ну, давай рассказывай, где ты это увидела. То есть это речь идет об определении принятия, да, как решение? Ну, еще раз. Она... Здесь же принцип какой? Кто принимает решение, тот и отвечает, тот и дает разъяснение, правильно? Кто принял решение о том, что заявление соответствует требованию статей 131-132? Судья, правильно? Ну да. Я вот такие требования, ну, разъяснения требовал у них предоставить, ну, в виде этого, воли заявления ходатайства, но они обычно это отклоняют и все, ничего не разъясняют. Потому что вы подаете заявление, которое не предусмотрено нормами процессуального права. Я же вам об этом сегодня говорил, Антон. Извините, в чужой монастырь надо идти, мы идем, вот видите норму процессуального права, правильно? Это их устав. Вот мы по этому уставу и работаем. Мы же не лезем со своим уставом в чужой монастырь. Мы берем и говорим, так вот, ваш же устав тут говорит, вот, разъяснение решения суда, в случае неясности решения суда, суд, принявший его по заявлению лиц, участвующих в деле, да, вправе разъяснить решение суда, заявление о разъяснении решения суда, понятно? А образец есть такого, разъяснение, это, заявление на разъяснение? Конечно, есть, кучок в другом, они везде завалили на нас, все. Ой, мне бы такое, я бы тоже послал. Ну вот, наконец-то мы что-то нашли. По каждому, по каждому. Все типовое, все типовое, абсолютно. И вы типовое все подаете? Вот она пишет, до настоящего момента задолженность погашена. Чем подтверждается, что в настоящий момент задолженность погашена? Во-первых, чем подтверждается наличие задолженности? Чем подтверждается наличие задолженности? А чем подтверждается, что она не погашена? Чем? И вот по каждому заявлению. Ну? Да ничего. Еще раз. Статья 150 установлена, что собственник обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения. Хорошо. А чем подтверждается, что расходы на содержание принадлежащего мне помещения понесла управляющая организация? Доказательства ты где, Антон? Я не видел этих доказательств. Там приведены какие-то... Так, а мы, извините, они говорят, что они же пришли взыскивать у вас задолженность, правильно? Да-да. А раз они пришли взыскивать задолженность, значит, они внесли денежные средства. Они понесли расходы за содержание принадлежащего вам помещения, Антон. Ну, в чем вопрос-то и не ясно. Ну, они пишут, что... Они пришли взыскивать у вас задолженность, правильно? Значит, они говорят, он обязан нести, а эти расходы понесли мы, правильно? Да. Ну, они так пишут, но ничем не подтверждают. Так, мы как раз про это и говорим. Что они-то пишут, они-то пишут. Но чем подтверждается, что управляющая компания понесла расходы на содержание принадлежащего вам помещения, да? Что управляющая компания участвовала в расходах на содержание общего имущества? Ну? На сайт идите, на сайт. Ну, так и иди на сайт, смотри, там много денег напечатано, там и получай. Вопрос. Да мне похрен на сайт. Норма процессуального права не указывает на то, что вы обязаны где-то на сайте. Ну, давайте посмотрим доказательства. Давайте откроем, что у нас является доказательством. 55-я статья перечислена. Понятно. Просто как процессуально ее это дело? Доказательства, полученные в предусмотренном законном порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие и или отсутствие обстоятельств, обосновывающие требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств. Ну, вот они будут ссылаться на показания сторон. Они говорят, посмотрите там на сайте, скажите, возражаю, нет ничего на сайте. Молчать. Я и говорю молчать. Я тоже говорю молчать. Они говорят там молчать. Нет там ничего. А они не дают ответить. Игорь, поведение в суде – это третий вопрос. Давайте по иску. Ну, давайте. Я тоже говорю это. И действительно, Игорь, тебя, Антон, несколько раз останавливал. Игорь, давайте научимся уважать время. Вот понимаете, вы развлекаетесь, а я потом ночью не сплю. Давайте, действительно. Вот сведения, объяснения с тобой. Еще раз. Сделки между юридическими и физическими лицами только в письменной форме. Сатья 161. Специально для этих приказов. Читаем. Гражданский кодекс. Не надо мне тут впаривать фуфло. Читаем. Это юридическое лицо? Юридическое, да? Сделки юридических лиц между собой и гражданами должны совершаться в письменной форме. Все. Где сделки в письменной форме? Не то, что там погонь какая-то собралась и начинает нам фуфло впаривать. Так мы еще разберемся. На основании чего они тут фуфло нам впаривают. И надо так себя вести. В чем уставилась? Пытайся мне тут фуфло впарить. Себе впаривай. Не, ну тогда получается вообще никакой сделки нету. Потому что в письменной форме ничего не заключено. Вообще предмет спора отсутствует. А я про это и говорю. Полномочия откуда проистекают? У вас, Антон, и у вас, Игорь, обязанность возникает из решения собственников. Правильно? Как точно? Антон? Нет. Антон? Вчера же разбирали эту тему, что обязанности каждый несет сам. А то, что там собственники заключили решение, это их обязанность. Минутку, минутку. Вы чуть-чуть неправильно себя ведете. Я поясню, в чем заключается. Давайте есть первая часть, наделение полномочиями. А есть вторая часть, исполнение обязательств. Давайте мы сначала разберемся с полномочиями. Прежде чем появилась у вас обязанность носить деньги на счета какой-то организации, должен быть установлен надлежащий кредитор. Вот я вчера об этом говорил. Должен быть установлен надлежащий кредитор. Статья 312, правильно или нет? Да. Антон? Я уже не помню, какая там статья. Ну, давайте я вам сейчас открою, потому что вы, видимо, не слышали, а Игорь уже слышал. Да, я все слышал, все полностью. Давайте. Исполнение обязательства надлежащему лицу. Правильно? Норма называется? Антон. Исполнение. Я не понимаю, зачем переспрашивать, если и так видно на экране, что так называется? Я должен понимать, вы понимаете, о чем идет? Вы скажите «да» и дальше двинемся. Зачем мы? Так а смысл говорить «да»? Нет. Дело в том, что... Виктор, вопрос был задан, так написано. Ну и так же видно, что так написано. Вопрос не был задан, вы понимаешь смысл этого написанного? Ну, хорошо. Исполнение надлежащего. Есть ли иное не предусмотрено соглашением сторон? Соглашение сторон есть? Нет. Есть ли иное не предусмотрено соглашение сторон? Соглашение сторон есть? Его нет. Не вытекает из обычаев или из существа обязательства. О! Можно использовать это им. А тут полностью вся формулировка. Должник из обычаев существа обязательства. А существо обязательства заключается в требованиях части 5 статьи 46. Существо обязательства. Ваше. Открываем 46 жилищного кодекса. Решение общего собрания, да, является обязательным. Вот у вас обязательства. Вот у вас обязательства. У вас нет обязательства устного какого-то. Обычай они не могут приобрести? Обычай делового оборота, либо национальный обычай. Это если есть, отсутствует требование закона. В данном случае, часть 5 статьи 46 устанавливает точно, что решение общего собрания собственников, принятое в установленном порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников. Для вас, Игорь, и для вас, Антон. Это понятно? Нет, не ясно. Не ясно, что? Давайте вопросы, что не ясно. Ну, получается, если 50% собственников решили что-то сделать, я обязан подчиняться, что ли? Ну, в законе такая норма содержится. Вас-то что напрягает? Ну, а если они завтра решат все спрыгнуть с 9 этажа, я тоже должен быть обязан это сделать? Давайте так. Мы сейчас будем вот эти вопросы обсуждать. Давайте мы будем чуть-чуть по-другому себя вести. Мы будем говорить, мы вот эту формулировку будем поворачивать в свою пользу. Сможем мы это сделать, Антон, или не сможем? Не знаю. Попробуем. Постараемся. Давайте. Не надо пробовать. Я вам сейчас правила покажу. Вот есть написано решение общего собрания собственников. Обязательно для вас, как собственника. Правильно? Мы сейчас не спорим. В законе есть эта норма? Ну, есть. Правильно? Есть. Есть. Отлично. Где решение собственников, в котором, где протокол, в котором указано, что выбрана эта управляющая организация? В качестве кредитора, надлежащего кредитора, мы же должны исполнять обязательства надлежащему лицу. Я связываю вот эту 312 с частью 5, статьи 46. Это взаимосвязи. В материалах дела такие обстоятельства отсутствуют. Доказательства. Да. Отлично. Так, ваша позиция правовая. Я прихожу, давай мне решение, которое наделяет управляющую компанию полномочия. Я плачу. Позиция простая. Мы видим, что нет документа. Ну, нет документа, подтверждающего решение общего собрания. Правильно? Угу. Раз его нет, мы говорим. Так, закон возлагает на меня обязанность подчиниться решению общего собрания собственников. Истец обратился в суд с требованием о взыскании из меня задолженности по оплате жилого помещения коммунальных услуг. Я по порядку раскладываю? Ну да, ясно вроде. Но если он считает, что я обязан внести плату именно ему, как истцу, тогда в его распоряжении должно быть решение собственников по вопросам. Вопрос о выборе способа управляющей организации, о выборе управляющей организации, об установлении условий договора управления, о заключении договора управления. И самое главное, заключенный такой договор где? Вот я вот все перечислил это в соответствии с нормами закона. Решение есть? Нету. Раз решения нет, он не доказал, что собственники на их общем собрании приняли решение о наделении управляющей организации полномочиями. А при указанных обстоятельствах суд первой инстанции обязан оставить как минимум, либо отказать удовлетворение исковых требований в связи с недоказанностью чего? С недоказанностью того, что собственники помещений на квартирном блоке наделили управляющую организацию соответствующими полномочиями. Это заявление? Это возражение. Я сейчас вам сформулировал возражение относительно удовлетворения исковых требований. Просто есть два мнения, как вот в этой части возражения сформулировать. Одно из них, как вы сформулировали, а второе, говорить о ничтожности. Вот вы против этой формулировки, да, что решение в связи с отсутствием сведений о собственниках ничтожно. Подождите, как мы можем? Какое решение, если его нет? Ну, признаки ничтожности как раз и говорят о том, что если нет, значит... Подождите. Отсутствие доказательства не говорит о его ничтожности. О ничтожности которого нет вообще. Так о ничтожности, это о чем говорится? Подождите минутку. О ничтожности следует заявлять, когда есть документ. А документа нет. Вот когда есть документ, тогда мы заявляем о ничтожности. А когда нет документа, как мы можем говорить, что решение ничтожно, если нет документа, подтверждающего вообще, что он есть? А, ну да, когда в этом случае, да, документа нет вообще. Мы сейчас, смотрите, рассматриваем, есть документ или нет. Если нет документа, мы утверждаем, нет решения. Есть документ, мы заявляем о ничтожности решения. В связи с чем? В связи с тем, что в этом документе отсутствуют сведения о лицах, которые приняли соответствующее решение. А если, скажем так, сведения о лицах имеются и там к вору, тогда у нас возникает обязанность потребовать, значит, признать решение суда, решение общее собрание недействительным. Но это потом, когда предоставят. Да, не будет у них, нет ничего. Не, они что-то разместили на этом, на ГИС ЖКХ, что-то они там разместили. Ну, они могут размещать хоть что. Сейчас-то они вам, они же вам не представили, Антон, речь-то идет о следующем. Еще раз, смотрите, мы должны четко понимать, ну, опять, видите, мы немножко отшли от темы, ну, ладно, постоянно приходится отходить от этого. Если говорить о нормах процессуального права, то, когда она стала рассматривать, она вам дала срок какой-то предоставить возражение, насколько я понял, так, да? Ну, да, там, с предоставлением доказательств до 21 января, а просто возражение до... Давайте обсудим, а какие вы можете представить доказательства при отсутствии у вас правоотношений? Еще раз, можете ли вы представить доказательства того, чего нет? Нет, конечно. Доказывать того, чего нет нельзя. Я понимаю, что правоотношения установлены, тогда вы что-то... А если вы даже, вы первый раз, когда какие-то придурки пришли, что-то тут мне требуют, я их первый раз вижу, для меня никто из вас их никак. Мы вам что-то слали, а у меня нет. Ну, докажите. Надо доказывать, что слали, а не доказывать, что прислали. Еще раз, открываем 148-ю статью. Задача подготовки дела. Установление правоотношений сторон. Они говорят об установлении правоотношений сторон. Мы сейчас с вами посмотрели, нет ни одного документа, подтверждающего правоотношения сторон. Она собирается рассматривать это заявление в упрощенном порядке. Но для того, чтобы рассматривать это в упрощенном порядке, нужно, чтобы все доказательства, по крайней мере, указывали на установление правоотношений сторон. А их таких нет. Более того, насколько я понимаю, там в приказном порядке кто рассматривал это? Другая судья мировая, король Елена Петровна. Значит, в отношении нее следует возбуждать уголовное дело в связи с принятием решения необоснованного. Да и тоже надо заявление направлять, заявление о разъяснении. Вы вынесли приказ, на вас приказ, где установление. Чем подтверждается установление правоотношений? Там же нет ни одного документа, подтверждающего установление правоотношений. Там они, кстати, один в один те же самые документы приложили. Тем более, она на основании чего? На основании того, что сговор, прямо так вы обвиняете, у меня есть основания утверждать, что между вами, уважаемый мировой судья, и этой поганой управляющей компанией, имеется коррупционный сговор. Ну я ей примерно так под видео сказал, у меня видео есть. Все правильно, так надо письменно это утверждать. Ну я там в отводе это все написал. Какое-то, вот вы отменяли приказ и отвод потом? Ой, это не по приказу. Сначала был приказ, потом была административка, она тоже рассматривала. Там, типа я на велосипеде в закрытый город заехал. Вот там я ее, это, по полной программе. Начинаете, ну ладно, давайте. Так, возвращаемся к нам, немножечко отвлеклись. Так, по исковому заявлению понятно вот это, по заявлению? Да, мне понятно. Ну примерно да, надо писать это. Может и вернемся на об этом, к этому, к исковому. Виктор. А вот, я как раз к исковому. Я предлагаю, смотрите, вот мы сейчас исковое заявление. Не, 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 я говорю исковое заявление от этого, от ИСЦА. На что нужно обратить внимание и что описать? Давайте, давайте. По каждому абзацу, да? Исходя из статьи, статьи обязательства должны исполняться на ближайшем образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных, а присутствие таких условий в соответствии с обычаями, подчеркнуло, с обычаями или иными. Вот они тут и попались. Вот они как раз обычаи. Я как подумал, и вон они на обычаи ссылаются. Да, 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 подчеркнули прям. Так, подождите, а какой тогда? Они подчеркнули обычаи, о каком обычаи идет речь? Обычаи грабить. Обычаи платить за ЖКХ. Подождите, ребят, 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 давайте успокоимся. Мы не должны придумывать. Это они и подчеркнули. Еще раз. Иск кто подал? Я, Антон, Игорь, кто подал иск? Представитель. Вот, пусть он и рассказывает. Кстати, они изменили статью, вот эту 39-й, там по-моему по-другому. Или иными обычно предъявляемые требования. Там не так. Не-не, так. Минутку, давайте так. Какие требования ответчик не исполняет? Какие требования? Во-первых, он не указал, какие требования не указали. Это бланкетная норма. Обязательства должны исполняться на ближайшем образом, в соответствии с условиями обязательства. На истца возложена обязанность указать обстоятельства и доказательства. Раз он указывает, что вы не исполняете требования статьи 309, он должен указать, какие требования из указанной нормы вы не исполняете. Где доказательства? Далее. Далее. Для того, чтобы вы отреагировали на любые платежные документы. В вашем распоряжении, Антон, и в вашем распоряжении, Игорь, должно быть решение собственников о выборе управляющей организации с указанием полное наименование этой организации, банковских реквизитов, на которые вы обязаны платить. А также указание условий внесения оплаты. Направление вам счетов квитанции без вот этого документа лишает вас возможности исполнить обязанности, предусмотренные законом. На основании чего вы должны вносить плату? Ну хорошо, они говорят, мы направляем счета квитанции. Так кто-то другой кто-то принесет счета квитанции для извещения. Возьмите, подделайте счета и скажите, вот тут и этот приносит, и вот этот приносит. Кому я должен платить? Основанием для внесения платы является решение собственников, наделяющим управляющим компанией полномочия. Нет? Нет, мы отдельно это будем. Решение собственников в форме протокола, да? Решение собственников оформляется в том виде, в каком установленном законом. Мирового судья какого нужно? Ну это вот та самая король, они прикладывают это решение, определение. Ну, в связи с тем, что ответчик нарушает платежную дисциплину. Чего? Вот такое понятие они ввели, платежная дисциплина. Исходя из обыча. Колхозники! Колхозник хлеб убрал и был объявлен знатным. Капли в рот не брал. И трезвым был понятно. Не отличил бы он, где плуг, где барана, когда бы выпил он вина. А здесь дурак подал заявление. Как фамилия от этого дурака? Матюшенко. Он сам не понимает, в чем молотит. Представитель, Матюшенко это кто? Четка что ли? Нет, что-то там Геннадий Александрович что ли. Так он дурак этот, Геннадий Александрович. Он с дерева недавно спустился? Он юрист-консульт. Он юрист-консульт? Угу. Вот это ч**! Вот это ч** является юрист-консультом! Тем больше регалий, тем больше ч**. Да это не регалий, это рыгалий. О, слушайте, дайте я подготовлю. Я, Антон, вы сможете, я сейчас подготовлю по этому ч**у. Виктор, ты не представляешь, скольким людям ты поможешь. Я очень с многими общаюсь в Сургуте, и очень многие страдают от их действий. Давай я его размажу, это ч**. Я тебя очень прошу, от имени общественности. Я его размажу. Я тебе в этом всячески помогу. Имя отчества, ты этого Матюшенко. Имя отчества мне дают. Доверенности, в доверенности. Так, доверенности давай глянь. Ну, листай направо, там штук пять или шесть. Сейчас, сейчас, сейчас. Слушай, мне прямо, я аж возбудился. Это такое ч**, блин. И мы еще... Не, не, направо, направо, да, листай. Там где-то через 10 страниц. Дурак дураком, а по карманам любят шариться. По таким... Таким в морду надо бить сразу, они эти самые. А это что такое? Это устав. И чё он этим устав... О-о-о, так он еще и оформлять документы не может. Да-да-да-да-да-да. Нашим образом. Тут вообще чё это... Чудеса творятся. Там они какой-то... Да нет... Так это... А кто... Чья это подпись вот эта... А это какая-то бодягшина тоже присутствует в этой, в доверенности. Подождите, а... Представитель, а должность ее где? А подлиннее где находится? Это вообще третье лицо, ты понимаешь? Третье лицо подделок. Кто? Ну вот эта бодягшина, она вообще в иске отсутствует. Да нас это не интересует. Кто представляет документ, тот и отнесли, отвечает. Мы не должны ничего додумываться. Это все вот это... Должна отвечать на все эти дела, вопросы, которые мы сейчас... А у них там и какой-то главный инженер, инженер какой-то заверяют. Кто попала, короче. Приказ. Вот она. А доверенность. Ну-ка... Григорий Александрович. Кто такой Григорий Александрович? Матюшенко. А где подтверждается, что под... Русина. А где подпись Русина? Ну вон она, ксерокопирована. А где подпись Русина-то? Ксерокопия. Где? А дальше, где ксерокопия? Я не вижу вас. Подписи Русина. А они видят. Минутку. Пусть они мне покажут. Это вот это что ли роспись? Вот это роспись? Подпись? Вот это как бык поссал. Это вот... Вот это бык поссал на лугу. Это вот эта подпись? Вроде это Матюшенко. Не-не-не, это директор. Я не знаю. Вот это бык поссал. Это кто? Директор Русин что ли подписал? Это... Это подпись что ли? Он мне телефон пытался... Он мне телефон разбил. Что значит телефон разбил? Ну мы ходили два года назад подавать заявление через канцелярию. Он выскочил и телефон у меня выхватил и разбил. Прямо кинул что ли? Да. Есть видео. Я все о чем я говорю, у меня обо всем есть видео. А что, у него машину еще колеса не проткнули? Не знаю. Но он пытался развернуть дело в обратную сторону. На нас уголовное дело пытался завести. За то, что мы пришли подать... Понимаете, это делается очень просто. Он разбил телефон. У меня другие методы. Я про него столько видео выпустил. Его весь мир теперь знает. Нет, еще раз. Это габб... Должно получить по заслугам. Это дерь... Мне похрен, что он там делает. Виктор, давай эту тему не мусолить. Потому что я тебе скажу, что есть люди, которые на эту тему думают. Это не мои думы. Отлично. Давайте я отреагирую. Один дурак, два кого. Где доказательства, что подпись сделана? Доказательств нет. Такую... Такое... Вот такое. Фамилия, имя, отчество. Оформление ненадлежащим образом. Если он не знает... Еще раз. Требования к доверенности. Требования ко всем документам. Они аналогичны требованиям, которые... Документам удостоверяющим... Удостоверяемым нотариусом. Фамилия, имя, отчество полностью должно быть написано. Как представляемым, так и представителем. Это ясно, ясно. А ты можешь прокомментировать вот это? Что за платежная дисциплина? Я впервые такую формулировку слышу. А он? Я не собираюсь это делать вообще. У меня нет никакой обязанности соблюдать платежную дисциплину каких-то уб***ь. Не, а вообще такое понятие есть в законодательстве? Есть такое понятие платежная дисциплина? Платежная дисциплина – это должностных лиц. Вы не являетесь должностным лицом. Вы обязаны, если он подразумевает исполнение... Он говорит о платежной... Предположим, давайте мы рассмотрим платежную дисциплину. Давайте этот вопрос... Вам интересно мое мнение? Интересно. Я впервые такое встречаю понятие платежной дисциплины. Давайте я сейчас подниму платежную дисциплину. В том понятии, в каком... В каком это предусмотрено законом. Давайте. Часть третья. Часть третья, статья 162, на которую они ссылаются. Собственниками на их общем собрании. Читаем. Что должно быть? Порядок определения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. Размера платы за коммунальное. А также порядок внесения такой платы. Собственниками определён. Давай мне этот порядок. Ты же меня обвиняешь. Нарушение дисциплины. Раз ты меня обвиняешь, давай мне порядок. Установленный собственниками в соответствии с частью четвёртой. Читаем. Что? Условия договора управления устанавливаются одинаковыми для всех собственников в помещении в многоквартирном доме. Кто его устанавливает? Собственники на их общем собрании. Они установили? Да как то у нас дисциплину-то нарушает платёжную, а? Ну он утверждает, что ответчик. Доказательство. Доказательство. Доказательство, что вы нарушаете платёжный документ. У него должен быть доказательство, документ. Что ответчик нарушает платёжную дисциплину. Документ. Составленный не им, а составленный лицами незаинтересованными. Есть такой документ? Нет. Не оплачивает в соответствии с требованиями закона. А требования закона не содержат указаний, что на внесение оплаты непонятно какой погоня, которая вдруг возомнила себя управляющей организацией. Но для вас никто, и звать её никак. Начисление, вот он присвоил себе право начислять. Вот ты полномочиями, кто тебя наделил полномочиями? А кто его наделил полномочиями вообще? Кого? Представителя или директора? Во-первых, полномочиями наделяют управляющая компания, юридическое лицо. Кто наделил управляющую компанию? Само наделилось. Ну у них, я же говорю, только на ГИС ЖКХ размещено там... Простите минутку, ещё раз. Нас не интересует ГИС ЖКХ. Нас интересует... Они в суд пришли, здесь нет ничего про ГИС ЖКХ. Нет уже? Нету. Нету. Что сейчас сказал Игорь? Он сказал, насколько я правильно... Я правильно понял? Вы сказали, Игорь, что они сами себя... Да, правильно я понял? Конечно, конечно. Отлично. 183-ю открываю. Заключение сделки неуполномоченным лицом. При отсутствии полномочий действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме... Видите, другого лица. Правильно? Сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего её лица. Если только другого лица, собственники помещений в многоквартирном доме впоследствии не одобрят данную сделку. Но одобрение сделки, представляемой, то есть собственниками, другая сторона, в данном случае управляющая компания, путём заявления... Кто? Или, представляемый, путём заявления собственником помещений в многоквартирном доме вправе отказаться от неё в одностороннем порядке. Она знала. Вот кто заключил, тот и должен. Пункт 3, чётко написано. Если собственник помещений в многоквартирном доме отказался одобрить сделку или ответ на предложение собственнику помещений в многоквартирном доме её одобрить не поступил в разумный срок, Другая сторона, в данном случае управляющая компания, вправе потребовать от неуправомоченного лица, совершившего сделку, кто? Управляющая компания, исполнение или отказаться её. Это закон. Это не я придумал. А в данном случае они знают об отсутствии полномочий. У управляющей компании отсутствует полномочия. И чего он тут прибежал требовать? Это вымогательство. Так и получается. Первое. Речь идёт о совершении преступления, самоуправном наделении себя полномочиями. Самоуправном наделении себя полномочиями. Возбудить уголовное дело в отношении руководителя организации. Он давно здесь? Два года. В августе 2018 года назначен. Директором. А до него кто был? А до этого он был главным инженером, а до него был Чураков. Не имеет значения. Есть это откуда? Документов-то нет. Документов-то нет. Документов, подтверждающих наделение управляющей организации полномочиями. Два варианта наделения полномочиями. Решение общего собрания собственников и решение конкурсной комиссии. Закон предусматривает только два варианта. Виктор. Либо тот документ, либо другой. Подожди, подожди. В двух словах. Два года назад, когда я начал это всё поднимать и начал требовать все документы, они натравили на меня отдел «Э» по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Пытались из меня сделать террориста, экстремиста. Короче, в камеры начали сажать, в квартиру дважды заходили с ОМОНом. И в итоге упекли в психушку. А пока в психушке был незаконно, то есть ни кололи, ни пичкали, вышел по апелляционке, они привели всю документацию в порядок по дому. То есть провели эти собрания, там на ГИС ЖКХ что-то разместили, протоколы какие-то сочинили. Короче, лифты поменяли, попытались всё привести в порядок. И вот сейчас опять наезжают. Подождите минутку. Вот то, что вы сейчас мне рассказываете, мне как бы это с одной стороны вроде бы как интересно, с другой стороны я законник. А законник, действие законное начинается с документов. Обратите внимание, я не рассуждаю о чём-то. Если мы с вами приступили к исследованию, мы исследуем исковое заявление. Исковое заявление это документ, Антон? Да. Да. Я ведь не стал рассказывать чего-то. Я беру документ, я действую каким образом? Вчера на уроке об этом рассказывал. Мы с вами начинаем действовать в порядке установленного статью 196. Правильно? Открываю. При принятии решения, собственник заместо суд ставлен, собственник, что делает? Оценивает доказательства. Исковое заявление это доказательство. Правильно? Да, да, да. В доказательстве что написано? Есть сведения о том, что кто-то наделил их полномочиями? Нету, нету, нету. Ну и все. И все. Давайте, где? Будут доказательства, будем рассуждать. Сейчас-то доказательств нет. Вы говорите, что он где-то чего-то сделал, где-то что-то провел. Ну давайте документы. Вам-то документы направлены или нет? Нет, я многократно в течение двух с половиной лет истребовал у них целый список. Письменно, просили? Письменно, многократно, 62 документа требовал предоставить. Везде отказ. Вам не нужно 62. Они обязаны были вам направить решение общее собрание собственников о наделении их полномочиями и договор, подписанный стороной собственников. Два документа. Нет, у меня вся переписка сохранилась, ничего не предоставили. Отказывают. Отказали, да. Виктор, напомните, решение и два документа. Какими руками эта статья регламентируется? 162, жилищный кодекс. Давайте откроем. Вот мне сейчас только что с вами смотрели. Читаем. Я вчера подробно разбирал этот вопрос. При выборе управляющей организации общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с каждым собственником, а вы являетесь собственником помещений в таком доме, заключается договор управления на условиях, указанных в решении данного общего собрания. Какие вам должны быть направлены документы? Решение общего собрания по вопросам, выбор способа управления, выбор управляющей организации. Здесь же про это говорится. Но тут же они... Договор управления... Слушайте, Виктор, но тут же не пишется, что они должны направлять путем почтового сообщения. Здесь написано, с каждым собственником помещения в таком доме заключается договор. Кем заключается? Давайте определимся. С собственником, что ли, с каждым заключается договор управления. То есть я, предположим, как собственник, буду с Антоном, что ли, заключать договор. Естественно, управляющие организации... Что тут дурку-то валять? Здесь все понятно написано. А если они не знают, каким образом руководство надо ездить, пусть поднимают, каким образом устанавливаются, путем направления оферты, предложения заключить договор, гражданский кодекс, стандартные действия, законам предусмотрен, ничего непонятного. Мы же говорим про 309-ю говорим, правильно? Они не говорят про 309-ю. Нет, тут вопрос в другом. Когда я у них это все истребовал, они говорили, что, типа, смотрите, там на ГИС ЖКХ, там, типа, в электронном виде все размещено. И вот у Игоря подобные вопросы... Минутку, минутку, минутку. Давайте многое не будем говорить. Вот жилищный кодекс. Требования к управляющей организации... Еще раз. Они ссылаются на статью 309. Обязательство исполняется надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Такая формулировка 309-й статьи. Можете поднять и посмотреть. Они ссылаются на эту норму. Правильно? Да. Требование закона какое? При выборе управляющей организации общим собранием, да? С каждым собственником заключается договор управления на условиях, указанных в решении общего собрания. Правильно? Да. Но тут не написано, кто инициативу проявляет. Инициативу, так скажем. Подождите минутку. Кто сейчас пришел требовать деньги? Представитель. Ну, кто требует? Представитель, да. Отлично. Пришел, будем говорить, не представите. Пришла управляющая компания. Правильно? Да. Отлично. Вы-то откуда знаете, что она является надлежащим лицом? Вы откуда можете узнать? Вот они говорят, в ГИС ЖКХ идти. В Ленотку, в ГИС ЖКХ. То есть они говорят, давайте скажите, где я должен почитаться? Где написано, что я должен идти, на меня возлагается обязанность идти искать ГИС ЖКХ. Где написано? Нигде. Они ссылаются косвенно на порядок опубликования. Вот видите, есть порядок раскрытия информации. Отлично. Еще раз, я понимаю, они на что-то там ссылаются. Вот идите туда. У меня вопрос. Вы мне предложили заключить договор управления? Вы мне направили решение общего собрания с условиями общего собрания? Да или нет? Нет, ничего не направляю. Еще раз вопрос. Направили или не направили? Меня не интересует на ГИС ЖКХ. Я тебя тоже могу послать так, что мало не покажется. Иди на ГИС ЖКХ. И посмотри, что я тебя послал нахер. Он вместе с судьей это делает. Вместе он носит эту смантию, обнять ее, приобнять там за ее потную попу и идти туда на ГИС ЖКХ. Вместе посмотрите. А я посмотрю и похохочу на дворе. Попробуем сделать в следующем видео. Я помогу вам. Они поэтому и не хотят со мной вживую встречаться. Они понимают, о чем это грозит. Они понимают, о чем это грозит. Вопрос в другом. Они юридически должны подтвердить, что они направили вам предложение заключить договор управления в соответствии с требованиями статьи 162. Правильно? Да. Ну, и теперь смотрим. У вас на руках документов нет подтверждающих выбор. что он назначен, что он является надлежащим лицом. Нет у вас на руках документов. Правильно? Нету. Да. И значит, раз у вас их нету, вопрос, а они направляли вам эти документы или не направляли? Нет, не направляли ни разу. Надо, чтобы они об этом сказали. Ясно. Запишите этот вопрос, Антон. Это главный вопрос. Направляли или не направляли? Пусть они что хотят, то и отвечают. Если не отвечают, направляли, чем это подтверждается? Если не направляли, вас это устраивает. Ну, само собой, я запомнил, заострю этот вопрос обязательно подниму, если будет встреча вживую. Они поэтому в упрощенку все и перевели. А сейчас у них не получится никакой упрощенки. Это мировой суд. А вы исковое заявление подаете уже в районную. У вас районный или городской суд? Городской. В городской суд. И профинить будем полностью, по полной программе, эту мировую судью. Более того, наша с вами задача подать заявление в квалификационную коллегию судей. Сказать, что она вообще, у нее с головушкой не все в порядке. Дура, за наши деньги начинает тут что-то, коррупционные какие-то сделки совершать. Служебным подлогом занимается. Если они вам предложение не направляли, а предложение они действительно вам не направляли, тогда применяется 406-я статья Гражданского кодекса. Смотрим, 406-я. Просрочка кредитора. Они обязаны были направить вам что? Предложение заключить договор. И направить документы. До получения таких документов вы не можете исполнить обязанность, какая бы она ни была. Так или не так, Антон? Да. Ну вот. Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение. Вы что ему предложили? Представить в нем документы. Правильно? Да, многократно. Не совершил действий, предусмотренных законом. Каких действий? Заключить договор управления на условиях, указанных в решении общего собрания, что предусмотрено частью первой статьи 162 жилищного кодекса. Я правильно говорю или нет? Да. Вроде все правильно. Отлично. До совершения которых должник не мог исполнить свои обязательства. С вами заключается договор, в котором указаны реквизиты кредитора. На основании реквизитов кредитора вы сравниваете с теми реквизитами, которые содержатся в платежных документах. Правильно или неправильно? Реквизиты в квитанциях, платежных документах, должны совпадать с реквизитами решения общего собрания, указанного, да, и решения и в договоре управления. Правильно или нет? Ну, по логике, да. Какой логике? А как по-другому? А откуда вы знаете, какой там расчетный счет? Откуда вы узнаете, что вот эта квитанция, вот эта квитанция принадлежит надлежащему лицу? Откуда вы знаете? Не знаю. Анонимка? Они говорят, у нас там где-то на ГИС ЖКХ. А на ГИС ЖКХ кто выкладывает эти документы? Подождите, не мошенники. А на ГИС ЖКХ выкладывает кто документы? Государственный орган выкладывает и за достоверность сведений кто несет ответственность? Государственный орган несет ответственность или та управляющая компания, которая выкладывает? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok